МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сразу же могу предложить вам несколько мгновений для того, чтобы расслабиться. Может быть, еще раз промониторить документы, которые вы принесли с собой. Ну, или просто с удовольствием послушать то, что я буду рассказывать сейчас. У нас короткий дайджест самых свежих и актуальных новостей. Поэтому с них и начнем наш сегодняшний эфир. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию обозначил вакцинацию от коронавируса как ключевой приоритет на ближайшие полгода. В Мурманск области уже привито более 59 тысяч человек, в том числе второй на аппликации почти 39 тысяч. Доля привитых граждан старше 60 лет составляет 41%. В Заполярье эпидситуация стабилизировалась. Показатель региона по заболеваемости ковидом на 100 тысяч человек. Население сейчас самый низкий в северо-западном округе России, что не может нас, конечно же, не радовать. Следующая новость. Губернатор Мурманск области Андрей Чибис провел рабочую встречу с прибывшим в Заполярье председателем правления ПАО «Новотек» Леонидом Михельсоном. Глава региона сообщил гостю, что в рамках договоренности между областью и компанией на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новотека» в Белокаменке открыты пункты медосмотра и регистрации для иностранных рабочих. Губернатор также поблагодарил Леониду Михельсона за вклад компании в промышленное развитие и наполнение бюджета Мурманской области. Следующая новость. Завершающая на сегодня. В Мурманске по факту нападения мужчины на школьницу, следственные органы возбудили уголовное дело о совершении преступления против половой свободы несовершеннолетних. Все произошло 20 апреля возле гимназии номер 5. Неизвестный подошел к двум девочкам и схватил одну из них. К счастью, после непродолжительной борьбы школьница вырвалась. Подруга девочки не убежала, а все это время кричала и звала на помощь. Происшествие попало на запись в видеокамеры. Вот такие новости на сегодня. Мы перейдем от серьезных вещей к не менее серьезным вещам, которые касаются абсолютно всех и каждого. Мы поговорим об акции, которая заступает в свою силу завтра. Завтрашнего дня, если не ошибаюсь, 23 апреля. Проходит вся российская акция с потрясающим названием. Серьезно, как за эфиром я еще отметил, мне она очень нравится. Узнай о своих долгах. Что это за акция, как она проходит, что она из себя представляет. Сегодня мы будем обсуждать в прямом эфире следующие. Ну, уже не 28 минут. Часть из них ушла на дайджест. С возможностью провести беседу, подключаясь к нашему диалогу вами, друзья. То есть вы всегда можете позвонить в прямой эфир или написать, чтобы задать свой вопрос или прокомментировать тематику самостоятельно. Номер телефона для звонка в прямой эфир 99-45-45. Интернет-сообщения можно отсылать на Телеграм и Вайбер. Они привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Ну что ж, все. Мы завершили соступление. Мы готовы приступить уже к нашему с вами непосредственному диалогу. Ну, это ежегодная акция, которая проходит 23 апреля. Да, и в год бывает это не один раз. То есть акции, они обычно происходят перед праздниками какими-то, чтобы граждане успели узнать о своих долгах, оплатить эту задолженность, чтобы с них были сняты определенные ограничения. Чтобы в определенные периоды, когда люди куда-то едут в отпуска, решают какие-то другие свои проблемы, связанные с отъездом, у них не было долгов, ничего не держало, не было каких-то неожиданностей. Когда у них в аэропортах, значит, не будет возможности куда-то вылететь, либо что-то будет происходить с их счетами, когда будут списываться деньги, если они не оплатят долг заранее. Ну, получается, сейчас как раз перед майскими праздниками стартует эта акция, а суть акции заключается в чем? В информировании, в информировании населения. Как будут приходить смс-сообщения людям или флайеры раздаваться? Инструментарий для того, чтобы узнать любому человеку о наличии долга, у него, у близких родственников каких-то, он широк. Просто граждане не всегда этим пользуются, к сожалению, и попадают в категорию такой должник. Хотя я еще раз повторяю, около 50% у нас могло должниками не стать никогда и не допускать таких ситуаций. Но из года в год, к сожалению, это не только в Мурманске, это по стране в целом, большое количество людей все-таки становится должниками по небольшим суммам, вынуждены потом нести, как претерпевать какие-то там неудобства из-за арестов денежных счетов, иной раз имущества, оплачивать это все. И все это произошло не потому, что как-то сложилась ситуация жизненная, а просто потому, что человек финансово не контролирует свою, скажем, долговую историю. Потому что это обычный штраф ГИБДД, он может перерасти в исполнительное производство, не заплатив должник, и человек, если не заплатил этот долг. И, соответственно, вся вот эта вот процедура ареста счетов, иной раз автотранспорт, если там сумма больше и достаточно для того, чтобы можно было арестовать имущество, то есть он его ждет. Хотя, опять же, ну, зачем до такого доводить, зачем становиться стороной исполнительного производства? То есть 50% случаев, ну, так если образно их округлить, это те случаи, когда человек не оказался в безвыходной ситуации, а когда он просто поленился проверить лишний раз, должен он кому-то или нет? Конечно, исключение, наверное, есть. То есть, как я говорю, 50% это откуда беру? Это сумма долга. Вот у нас только 40% из того количества исполнительных производств, которые ежегодно циркулируют через службу судебных приставов, это сумма от 15 тысяч и ниже. То есть, понятно, что, конечно, может, да, и для кого-то случится такая ситуация, что сумма в 10 тысяч тоже будет неподъемной, там несколько месяцев бывает всякое. Но в большинстве своем, когда мы видим, что эти долги, они все-таки оплачиваются, но оплачиваются вне сроков, например, для добровольного исполнения, а это что влечет? Это влечет наложение обязательного штрафа, так называемого, исполнительского сбора. То есть, сверх этой суммы приходит? Ну, конечно, то есть, было бы понятно, если бы не взыскивался ни сам долг по каким-то причинам, там, отсутствие имущества и денежных средств у должника, и исполнительский сбор, конечно, тоже бы не взыскался по этим причинам, но оплата происходит, и происходит своевременно, как только до должника, там, в который раз пристав исполнитель, приходя к нему либо домой, либо позвонив ему, либо должник, поняв, что у него арестованы, там, денежные средства на счете, он сам начинает, там, интересоваться все-таки, а что же такое происходит? Вот, хотя, вот, методов, как это узнать, очень много. Это начиная с нашего официального сайта. Сейчас все, наверное, знают, но еще раз повторю, не обязательно забивать, там, в адресную строку точное наименование вот этого какого-то сайта. То есть, можно просто написать приставы Мурманской области, все, выдастся наш официальный сайт, где будет большая такая кнопка, банк данных исполнительных производств, и где можно посмотреть на себя, наличие задолженности на родственников. Более мобильное и интересное, и правильное, наверное, это приложение мобильное в телефонах, которое поддерживается любыми операционными системами, тоже весит она немного, то есть, места занимает немного. Соответственно, данная система, она чем хороша, она оповещает сама, что в отношении вас, либо какого вы человека можете тоже туда занести, например, пенсионер, да, который родственник есть, не пользуется интернетом, пожалуйста, можно вот этого человека тоже заносить или периодически мониторить. И вам приходит сообщение, что всего возбуждено исполнительное производство, человек должен, там, опять же, там, как в мобильном приложении, так на сайте, так и через госуслуги. То есть, сколько вот, только места, вот с интернетом связанных нет, где это можно сделать. То есть, везде есть, опять же, способы оплаты. То есть, можно выбрать, опять же, удобно для себя банковской или карты, значит, Киви-банк. То есть, вот... Грубо говоря, все это можно сделать на ходу. Конечно. А о каком мобильном приложении идет речь? ФССП. ФССП России мобильное приложение, да. То есть, в любом вот этом магазине приложения посмотреть, и оно будет, опять же, первое. Поскольку оно официальное. Скажите, а вот на вашей практике, может быть, вам известно, часто случаются такие ситуации, когда вот у нас в Мурманске в регионе, когда человек узнает о том, что ему... что его праздники не смогут пройти по той... по тому сценарию, который он распланировал, потому что ему запрещен выезд из города или из стран. Это периодически происходит, то есть, не только с выездом. То есть, вот таких ситуаций все-таки люди стараются не допускать. Это единичные случаи, когда непосредственно уже это в аэропорту, там можно вот этого досмотра, он об этом узнает. То есть, тут, конечно, единицы, они случаются в году. То есть, люди все-таки, когда что-то надо сделать, они все-таки обращаются, не люди, а должники, начинают все-таки обращаться вот к этим сервисам и себя мониторить, проверять. Вот почему они делают до этого? Ну, что они сэкономили? Они потеряли сумму исполнительского сбора. По штрафам ГИБДД, а это 28% от всего количества исполнительных производств, на общие административные штрафы, а доля ГИБДД штрафов за нарушение правил дорожного движения, она, естественно, там более 90% составляет. Это можно заплатить до момента возбуждения исполнительного производства. То есть, мы понимаем, что это в два раза меньше штраф этот платится, избегается полной суммы оплаты, не доводится до исполнительного производства. А тут получают, понимаете, если штраф 1000 рублей, человек мог 500 рублей заплатить, и все, то есть, никаких проблем. Нет, он дожидает, пока эта сумма все-таки становится полновесной, 1000 рублей. Еще возбуждается производство в службе судебных приставов, исполнительский сбор добавляется в размере 1000 рублей, и плюс еще происходит какой-то арест счетов, с которым он там ходит, разбирается, то есть, теряет в итоге на 150% больше, в три раза больше получается, если это 500 смотреть. Если так рассуждать, какими примерами сейчас Вы приводите, я понимаю, что это не абстрактные примеры, а вполне себе реальные цифры, которые могут привести. А что-то из разряда вечных вопросов, странностей менталитета. Почему же так происходит? Я субъективно со своей стороны могу понять, когда человек затягивает до последнего момента, когда речь идет о очень крупной сумме долга. Далеко не у каждого эта сумма имеется, она может быть неподъемной, или она есть, но вот-вот едва-едва должна была быть запущена в каком-то другом направлении, например, до развития бизнеса, и чтобы потом перекрыть, и вот человек оттягивает, понимая, что да, потом мне придется заплатить значительно больше, но это будет стратегически более верное решение. Когда мы говорим о таких маленьких суммах, сложно какое-то предположение, вот мне со своей стороны вывести, почему так происходит. Может быть, бывают какие-то ситуации, когда долг внезапно, не знаю, глюк системы, долг сгорает, и человек думает, что вот я как раз попаду под этот процент? Надежда всегда у таких должников есть. То есть она именно в этом и заключается, наверное, ну, в половине, наверное, случаев, мне кажется, это точно, что либо срок штрафа закончится двухлетний, и каким-то образом, значит, он уклонится от его уплаты. Вот, ну, если по штрафам это верно, например, да, но за два года мы по штрафам ГИБДД у нас взыскаемость самая высокая из всех категорий исполнительных производств, то есть в любом случае мы списываем, то есть редко можно увидеть человека, который там автотранспортом пользуется, но ни счетов на себя не имеет, значит, не каких-то автотранспорта того же, недвижимого имущества, то есть что-то за ним есть, конечно, исключение, да, существует. Но это такие матерые должники, которые, да, у них такая цель-задача, мы с ними там тоже работаем иным способом, подключая разыскные какие-то меры, там, обычные суммы долго больше, и штрафов вот этих больше. Перманентные рецидивисты, стиль жизни. Да, ну, опять же, общаемся-то мы не с ними, то есть да, мы их найдем, и они только, конечно, поверят тогда, когда это произойдет, то есть я могу тут долго об этом рассказывать, они могут там у себя где-то хихикать, находясь. Вот я как раз обращаюсь к тем, что, ну, какая-то такая надежда теплится, что вдруг вот так произойдет. То есть вот по штрафам происходит это минимальное количество, плюс опять опасность-то есть такова, что, ну, опять же, неуплата штрафа, она может вылиться в удвоение штрафа еще и тем органам, полномоченным лицом, который это вынес, то есть есть норма такая 20-25, это, а там до административного ареста, если там особо это судебный, например, какой-то штраф, то есть тут, ну, не выигрывает ничего об этом человек. А долги, если это мелкие, не связанные именно со штрафами, которые через 2 года все-таки, значит, утрачивают, ну, срок давности по ним проходит, долг тот же по коммунальным платежам, да, человек может где-то скрываться, проживать в другом месте, надеяться, что, значит, пристав со временем как-то это все окончит, да. Пристав периодически оканчивает такое производство, например, не установив имущество должника, ну, нет, у него счет долг. Должник проживает в другом регионе, например, квартиру имеет здесь еще, значит, и, соответственно, коммунальные платежи не платят. Вот этот долг, он периодически предъявляется взыскателям, то есть в данном случае там коммунальной какой-то организации, ресурсоснабжающим, он не имеет срока давности, то есть рано или поздно человек, оформив ту же там пенсию по старости, значит, или еще какой-то там выпал туда, обязательно он поймет, что через 6 лет, значит, там через 7, через 10, то есть у него там произнос списания, то есть он, наоборот, накопил. То есть человек может уже совсем забыть про эту историю? Да, тут не работает, тут не гражданский уже кодекс, а есть пунктное производство, там, да, срок давности по гражданскому кодексу общий – это 3 года, но здесь совершенно другое дело, то есть своевременно предъявляя взыскателя, они так и делают, естественно, никакой взыскатель не соглашается этот долг там списать, потому что, да, он там тепло, какая-то уборка, какие-то ремонты, другие какие-то способы, естественно, он с периодичностью определенные предъявляет, и это пока, понимаете, вот, либо мы не взыщем в итоге вот рано или поздно, либо что-то не случится с кем-то вот из сторон. Я вот точно могу сказать, что случится дальше, это будет рекламная пауза, после которой мы продолжим нашу с вами беседу и этот увлекательный диалог. Не переключайтесь в течение полторы минуты. Реклама Продолжает свое вещание открытая студия, совместный проект Радио Рекорды, телеканала Арктик ТВ, я ее ведущий Николай Дукмас, в гостях у нас сегодня руководитель УФССП России по Мурманской области Александр Малюшкин. В первой половине программы мы начали обсуждать особенности акции 23 апреля, которая завтрашнего дня будет начнется, всероссийской, узная о своих долгах и о том, как вообще обстоят дела с должниками в нашем регионе. Беседа получается любопытная, время, к сожалению, у нас всегда ограничено. Я в последний раз отвлекусь от этого диалога. Напомню, как с нами можно связаться. Номер телефона 99 45 45 на случай, если у вас возникнут вопросы или комментарии на вышеобозначенную тематику. А также вы сможете отправить сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Хотелось бы уточнить, мы вот с этого начинали вот на самом старте нашей беседы и немножечко в другое, не менее интересное русло ушли. А о том, как меняется ситуация из года в год с задолженностями. И, наверное, если бы не 2020, и особенности, связанные с ним, этот вопрос можно было бы опустить, потому что где-то, понятно, в одном направлении рост, в другом направлении небольшой спуск. Но 2020 год очень серьезным образом сказался на экономической ситуации в мире, в стране, в нашей области, в том числе. И многие люди оказались в разных ситуациях. Кто-то, наоборот, смог найти в себе силы, перестроиться и здорово развил направление какого-то небольшого или частного бизнеса, если у него и были долги, он наверняка давно-давно закрыл, и теперь счастливый человек. Кто-то оказался в таком финансовом положении, что привычные ему затраты стали неподъемные. И любопытно узнать за 2020 год, как изменилась ситуация с задолженностями в Мурманской области, за что чаще всего не платят? На цифрах кардинально это не сказалось. То есть, если посмотреть несколько лет подряд, вы правильно сказали, есть определенные колебания, есть определенная политика, которая осуществляется органом принудительного исполнения. И, например, тенденция по уменьшению количества исполненных производств и взыскания элементов, она прослеживается везде на снижении. Она так и продолжилась. Производство было больше, но это, опять же, не связано с этим особенным периодом каким-то. То есть, опять же, их бывает то больше, то меньше по сравнению с прошлым годом. Общее количество это было 743 тысячи исполнительных производств. Большая часть должники – это физические лица. Их было больше 250 тысяч по должникам. И в отношении них велось 703 тысячи исполнительных производств. То есть, на одном должнике могло находиться и находилось несколько исполнительных производств. Я только это спросил. У нас вроде бы людей в области меньше проживает, чем количество дел производств. Это мы, опять же, к этим штрафам возвращаемся. То есть, вот это вот идет циркулирование, скажем так, должника, который выбор зачем-то себе такой сделал, стал этим должником. Хотя никакая жизненная ситуация к этому его не подводила. Просто такая определенная финансовая недисциплинированность. Вот. Ну, на первом месте, ну, опять же, сказал я, что физические лица были. Это в первую очередь юридических лиц было не так много. Это 29 тысяч исполнительных, именно должников юридических лиц. Производств было 40 тысяч исполнительных. Если по структуре взыскания, первое, на первом месте, это 28% от количества производств. Это административные штрафы, как раз, в котором большая доля ГИБДД. Вы были, да, вот так вы говорили. На втором месте, это больше 1,5, 21%. Это коммунальные платежи и плата за ресурсы различная. На третьем месте, тоже традиционно, это кредитные платежи. Это у нас 10%. Из года в год такая цифра остается. Ну, и налоги около 7%. То есть, вот это самое... То есть, если по статистике, по цифрам посмотреть, лучше всего мурманчане и жители области справляются с налогами. Ежегодное налоговое обложение за квартиру, за какое-то движимое-недвижимое имущество. То есть, о них платят более своевременно, скажем так. Да, я вот к этому веду. Это те телевизионные рекламы, которые намусировались на протяжении 30 лет назад за плате налоги и живи спокойно, впитались куда-то в ДНК к нам, и мы все еще относимся к этому более серьезно. С другой стороны, квартира в течение года дополнительных налогов бремя там не несет. То есть, например, за недвижимость мы платим раз в год. Вот этот налог, да. Машина, мы понимаем, может принести как радости, так и писем счастья, так называемые, то есть в течение года. Ну а сам, конечно, период, он сопровождался действием федерального закона, который, во-первых, предусматривал определенные гарантии послабления наиболее таким незащищенным категориям должников. Они могли обращаться за рассрочками, отсрочками исполнения. Обращались? Обращались, да. Значит, также повлияло на нашу работу то, что у нас действует моратория, это до 1 июля этого года. Мы не выходим в адрес с арестом имущества в квартире должника. То есть, вот это вот бытовое имущество, которое периодически арестовывалось, за исключением того, что мы должны выставлять должника, вот по квартирам сейчас таких арестов не производится. Я должен уточнить, это ежегодная система моратория? Нет, это вот связано как раз с этим периодом. И поэтому истекает, кстати, вот с 1 июля мы опять начинаем в квартирах решать вопросы с должниками путем, в том числе, арестом имущества. Ну, кстати, часто, опять же говорю, аресты имущества, которые у нас производятся, они потом вытекают в оплату долгодолжником. То есть, это побуждающая, как ни странно, мера. Хотя законодатель имел в виду, что, ну, наверное, предполагалось, что за счет реализации именно этого имущества и будет происходить. Что говорит как раз о том, что весь закон-то заточен на должника, который уклоняется, он пытается уклониться от уплаты долга различными схемами, значит, не явками, не оплатой. И вот этот способ как раз, который, соответственно, с которым взыскатель может все-таки получить вот ту сумму, которую ему причитается по суду, там, по нарушенному праву какому-то. Может, иронично прозвучит, но, получается, нужна такая серьезная или грубая мотивация человеку, ну, в данном случае. Потому что, когда выход на квартиру и арест личного имущества, это уже что-то такое, что в голове звучит, как очень категоричный маяк. Это не цифры, смс-ки, которые можно прочитать, удалить, посмотреть, я звонок не возьму, все, вот, пожалуйста, что-то, что ты принес домой, что-то, что ты обустроил, это сейчас на законных основаниях у тебя заберут. 21 июля, надеюсь, все-таки они не будут дожидаться выхода в приставы, да, и, потому что тоже, вот, оплатить именно в тот момент, вот, за час, ну, уже могут возникнуть какие-то проблемы, потому что пристав тоже должен подтвердить, что денежные средства действительно там на пути к депозитному счету после того, как мы перечисляем взыскателю. Поэтому сам арест, он может состояться, то есть мы можем вынести там компьютер, тот же ноутбук, например, да, из квартиры вот этого должника, он в это время может заплатить, но какое-то время должно пройти для того, чтобы мы это дело подтвердили, вот эту оплату. Поэтому мы и верим ему, и видим, что он оплачивает, да, но пока документ к нам вот этот не пришел, потому что знаем, и платеж можно отменить, там, разные моменты, поэтому надо делать все заранее, когда пристав уже что-то начал делать, арестовывать, только вот именно документ, подтверждающий оплату, то есть, например, из банка, значит, какое-то платежное поручение, там, с печатью, с подписью, там, должностного лица, от той кредитной организации, только это может приостановить арест, там, либо взыскатель, там, приедет и напишет все, расписку, например, что он отзывает исполнительный документ, долг погашен полностью. Поэтому, ну, не надо проводить. То есть, нужно понимать, что служба судебных приставов, это не Амазон, или какой-то интернет-магазин, когда вы отправили сообщение, нажали оплатить, все, тут же моментально, вам, вот в вашем условном примере, ноутбук обратно в лифте, не успели спустить. Да, определенная сложность тут есть. Но, опять же, исполнительский сбор, это 1000 рублей, это минимальный вид сбора, так он 7% от суммы идет. То есть, понятно, чем выше сумма, тем больше, опять же, эта штрафная санкция, которую можно не нести. А сколько времени проходит с момента, если человек по каким-либо причинам, ну, сейчас мы говорим о должниках в целом, не опираясь на то, что это жизненные обстоятельства, или он уклонист, сколько времени проходит между человеку поступило сообщение, уведомление, звонок, или он посмотрел сам о том, что возбуждено производство, и момент, когда он не успел заплатить, и не прибавляется исполнительный сбор. Ну, во-первых, с того момента, как он это получил, с этого момента только идет пятидневный срок, да, то есть это не... Причина-то бывает уважительная, то есть человек находится на лечении, в командировке, он не мог действительно каким-то образом получить информацию о возбуждении, либо вернуться к этому месту. То есть данное время, может быть, продлено как раз, если человеком представлено убедительное, еще раз говорю, доказательство, а не просто вот я не видел, потому что зачастую вот так, да, я туда-то не смотрел, почтовые ящики, значит, не заглядываю давно, интернет отключил, вот приходит. Живу в лесу, только через суд, это, да, ему единственный вариант, это доказывать в суде, что, опять же, сумма, говорит, мы взыскали вот этих штрафных санкций, 185 миллионов на 25 миллионов больше, и ни с какими периодами особенными это не связано, потому что у нас вся оплата сейчас не через приставы исполнителя идет, то есть нельзя там приставу принести деньги, как раньше он по квитационной книжке мог принимать, сейчас все идет удаленным, дистанционным способом, то есть никак, опять же, это не повлияло, то есть, ну, видите, опять же, на 25 миллионов граждане опять понесли дополнительную финансовую нагрузку в виде вот этих дополнительных штрафов, никому не нужно. Да, которые могли бы избежать, абсолютно. Скажите, а в каких случаях применяется такая мера, как арест счета или списание денежных средств с банковского счета? Ну, это одна из первых мер. После возбуждения исполнительного производства, вот после пяти дней, которые прошли приставным исполнителям, уже накладывается арест на денежные средства на счете. Это может произойти сразу же незамедлительно с возбуждением исполнительного производства, потому что мы понимаем, должник, который стремится уклониться, он может денежные средства отдать, вывезти, и, соответственно, взыскание может не произойти. То есть, по заявлению взыскателя это может производиться одномоментно, поскольку сейчас запросы направляются в электронном виде, то есть, одномоментно же такое постановление там получает и банк, который накладывает ограничения в проделах суммы взыскания. Поэтому это самая обычная, самая, скажем так, простая мера, которая применяется по 100% исполнительного производства. То есть, если с должником есть счет или несколько счетов, то есть, мы это видим и, соответственно, реагируем незамедлительно. Практически автоматически в экономическом режиме. То есть, формально есть два варианта, либо по истечении вот этих пяти дней обозначенных, но чаще всего сейчас уже это происходит одновременно. Потому что часто заявления взыскателя, они содержат уже такие строчки, как просим наложить арест. Напомните, а как давно действует эта система? Вроде бы раньше же, или я уже путаю, могу путаться? Десяток лет. Десяток лет. Ну, то есть, я к тому, что чем больше мы цифровизируем взаимоотношения между людьми, банковской системой органы, тем быстрее происходит этот момент. Поэтому вот ваш вопрос, что через 20 лет кто-то вернется сюда, я думаю, все это на цифру все быстрее перейдет, рано или поздно, и он там через пять лет уже будет, он и разыскиваться будет быстрее, и не сможет жить просто, нормально функционировать, без наличия каких-то счетов, зарегистрированных на его имя. Да, если уж мы движемся потихоньку к электронным паспортам и чипам, которые определяют определенные цифры информации, связанные с нашей жизнью, это тоже абсолютно неудивительное и вполне логичное предположение. А вот пока говоришь о штрафах в тысячу, в пятьсот рублей, и на столько-то людей пошло какое-то дело производства, столько-то людей были вынуждены заплатить, эти цифры кажутся все равно маленькими, как и, собственно, прецедент. Когда мы округляем все до 25 миллионов рублей исключительно штрафов, которые могли остаться у людей в собственном бюджете, в собственном кармане. Плюсом к прошлому году. Да, да, да. Ты понимаешь, что сказанное когда-то классиком выражение «Дьявол кроется в деталях» и в мелочах, оно имеет, пусть и художественный, но очень непосредственный отсыл к нашей с вами сегодняшней беседе. Очень надеемся, что процесс информирования и в том числе благодаря нашей с вами беседе сегодня будет запущен максимально эффективно и с 23 апреля завтрашнего дня Всероссийская акция, узная о своих долгах, возымеет самый лучший результат. Внимательно следите за своими счетами, за уведомлениями, за сообщениями. Лишний раз не поленитесь проверить, есть ли за вами числится ли какой-то долг. Вы можете быть самым законопослушным гражданином, но где-то что-то забыть. Как правильно сегодня сказал наш гость, причины могут быть уважительны, иногда это даже банальная невнимательность. Так что будьте внимательны к себе и к своей финансовой грамотности. А вам спасибо большое за то, что прибыли к нам в гости. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. До свидания.